Мы намерены сейчас, мы хотим как бы обратиться к нашему главу республики, чтобы приняли меры по отношению к центральной больнице, именно по отношению к этому врачу. Как врач мог допустить такое, если даже труп пришел в больницу, он обязан осмотреть, сделать все возможное и невозможное. Живому человеку стукнуть на огонь и сказать, зачем привезли труп, это никакие рамки не входят. Это оскорбляет человеческие права и все тому подобное тоже. Мы бы хотели, чтобы они провели непосредственную экспертизу по поводу этого врача. Погляну, как говорится, переломали кости, переломали челюсть, все. Лично у меня есть сомнение, что у него глаз был подкрашен. Очень аккуратно подкрашен. До этого, да? До этого скандала был. Не до этого, вот в лежачем виде, пока его снимали, комментировали эту ситуацию, у него глаз был подкрашен. Это видно даже невооруженным глазом. Мы просто хотим достучаться по таких либо дверей, по таких либо чиновников, чтобы разобрались к этой ситуации. Просто-напросто молодой парень не привлекался ни разу к угловой насыщенности. Не курит, не пьет, спортсмен сам. Просто страдает человек за какой-то наговорок, какого-то врача. Это просто, мы же в 21 веке живем, в нашей демократии. Свобода слова тоже есть, свобода хода тоже есть. Надеемся на это. Справедливость, да? Да. Справедливость? Справедливость есть где-нибудь? Есть. Справедливость есть. Вот это мы делаем справедливость. Будем добиваться справедливости. Может, будет, наверное. Как самочувствие? Пока такие люди есть, нет, ничего здесь не будет. На сегодняшний день он чувствует себя очень хорошо. Ну, правда, нога как бы еще не отекла. А сам он, в общем, здоровье... После четыре группы. Да. Разговаривать. В любое время нужно посетить больного. Ведет себя очень смело, агрессивно. В полном порядке. Идет на поправку. Врачи сказали, что 100% будет ходить, все будет цело. Звонит мне, брат говорит, Ибрагим, Ему как ногу ампутируют. Я говорю, кто сказал? Врачи приходят непосредственно, нет, чтобы помочь больному. Идет, угрожает его родственникам, которые пришли узнать, что случилось. По какой причине никто не хочет помочь. Врачи угрожают близким родственникам, который попал огнестрелом в оружие, выстрелом в больницу. Просто угрожают. Вот так же и в начале тоже было, да? Представляете, в один голос все врачи, мы вас посадим, ему там надо ногу ампутировать, по-моему, надо ногу резать. Что такое? А где он? Врачи в Войнакской больнице? Войнакской центральной больнице. А в Махачкале другой? А что стало причиной этого огнестрельного, почему? Причина – это несчастный случай. Это несчастный случай. Конкретно, что там случилось, было там темно. Кто же выстрелил, что выстрелил, эти вопросы, конечно, не ко мне. Я не работаю. Непосредственно вам, если интересно, вы можете поинтересоваться там. На этот вопрос я ответить не могу. Это мне уже как бы в прошлом. То есть это не криминальные разборки, да? Об этом криминальном разборке даже нет речи о телевидении. Так что все преподносилось? Есть? Нету. Есть о телевидении, что мальчишка ударили врача. Это стоит на сегодняшний день выше, чем пулевой иронии. Это стоит выше на сегодняшний день. Ко мне приходят сотни роликов, которые я читаю и смеюсь. Надо что-то делать. Это неправда. Это обман ложью. Непосредственно есть больной, лежал, который не в сознании, но потерял очень много крови. Я думаю, этот врач просто увидел много крови и сделал вывод, что он уже труп. Так и сказал же. Холодно, да. Как это называть? Заберите домой труп, но не живой. Вы зачем привезли сюда труп? Иначе я не знаю. Мы хотим просто вот здесь собрались, чтобы приняли меры справедливости. Почему этот врач так сказал? Почему он не оказал медицинскую помощь? Почему нас в один голос все четыре врача собрали и выгнали с этой больницы? Сказали, мы вам не можем помочь, у нас нет специалиста. Хотя непосредственно связались с центральной больницей Махачковой и сказали, нет ли необходимости. Им было без разницы, в каком состоянии находится больной, в каком состоянии. Можно его эксплуатировать или нет. Главное, заберите и уходите. Мы свое дело сделали. Агрессия врачей. Как бы якобы ударили на них коллегу. Деньги даешь, все вы сделали, по-другому. Вот этот врач, если деньги отдал мне, врач сразу посмотрел, все сделано. Да, не успели просто деньги давать. Это врач все сделано. Потому что деньги не отдал, ты не сказал, заберите его. Пять тысячи рублей ставил у этого врача. Любой человек пришел, пятый жидай, ничего не сделаем. Нет, заберите отсюда. Мы там в больнице встретили молодого человека. Мы там в больнице встретили молодого человека, который непосредственно говорит о 10-летней дочке своей. Три раза гипс поставил врач, травматолог. Три раза ребенку, пока деньги не дали. Привел маму с кровотечением с носа, пока пять тысяч рублей не дали в глаз не посмотрел. Это тот врач, который... Да, это врач-травматолог. Взаимечество, жадостные были, что ему так сделано было. Это не первый у него скандал, в этом больнице говорят. А тот, который привел туда прессу, это его двоюродный брат. Вот этот врач, который в очках уступает. Это все, они между собой организованы, все это самое. Мы все, находясь в этой больнице, мы не знали... Пришли корреспонденты, это нормально, снимают. Мы не знали, пока сам наш брат не пришел в сознание, пока он не сказал. Это все, никто ничего не знал. Врачи сами разукрасили, прикрыли свои задницы, здесь всегда, все хорошо. И все хорошо. И не оказали. Нужно первую медицинскую помощь. Не оказали. Хочется, чтобы... Парень, что-то встал. Это был ударивший врача, молодой человек. Он вам родственник? Нет. Он не родственник. Никакой родственник. Он не оказался. Помогал человек, походящий человек помогал. Другого района. Минкомбейтовский, Бурнянский район. Он помогал калуику. Человеку выиграл, кого-то еще не было. Это калуик помогал. Это... Привезли его на такси. Это парень не был, вот он умер. Вот этот парень не был, молодой. У нас один детский у него, так и молодой парень. Нам спасибо вам сказать ему. Благодарю даже его. Благодарю даже его. Очень большое спасибо ему. Арсений его зовут. Таксист молодой. Он пришел еще наведал его там, в Буйнацке. Я был непосредственно ухаживающий рядом с братом. Он нашел, пришел. Он как ребенок плакал, когда увидел, что он здоров от радости. Спасибо ему. Огромное спасибо. Если бы врач оказал бы первую медицинскую помощь, все в двух словах можно коротко сказать. Первую медицинскую помощь поставил бы в колеску, увезли в операционную. Ничего этого сегодняшнего дня не было. Никто никого не ударил. Никто никого здесь не пришлось бы людям в холоды стоять. Требовать справедливости. Полтора часа крови не было. Этого всего не было. Двадцать минут, истекая крови, тем более видя, сколько крови, стоит спорить врач. Требует документы. Где его документы? Где его могут быть документы? Или дома, или в машине. Ну, провезут эти соответствующие документы. Милицию позовите. Ну, придет эта милиция. Да ты покажи первую очередь, что должен стать. Окажи первую медицинскую помощь. Если сегодня этот брат умер бы, какие последствия были бы от этого врача? Почему он об этом не подумал? Из-за него полтора часа еще ждали с Махачкалы другого хирурга. Полтора часа, спустя полтора часа, с Махачкалы едет врач, помогает. Жив, здоров. Спасибо этому врачу, которые приехали. Абельхам Магомедович, очень благодарен в Сиро, Сиро. Абельхам Магомедович, спасибо этому врачу, который в Махачкалы, когда приехали. А сколько крови потирал за эти полтора часа? Сколько крови потирал, пока 20 минут лежал на холодном полу? Может, он уже бегал бы, не стоял бы рядом с нами. Сколько людей были бы благодарны этому врачу, если бы он, как положено, профессионально оказал бы свою врачебную медицинскую помощь. Не было оказывать. Все, вот этот рецепт из-за вот этого врача. Все. Потому что он просто не выполнил свою работу. Клятву Гиппократа. У человека нет никакой кратки. Кому давал эту кратку, я не знаю. Он не выполнил. Он не достойный для работы. Вот для этого мы здесь собрались. Женщина, служба, как говорили.